Два года, наверное. И я ему когда-то сказал, слушай, почему у евреев так много людей, которые молятся? Он говорит, слушай, у нас очень много людей в Израиле, которые молятся. С чего начинает каждое утро человек, который посвятил себя молитве? Вы знаете, есть такая молитва у евреев, она называется... Ее читают утром и вечером, она называется Шма. Она начинается со слов, пусть весь иудейский народ будет счастлив, пусть Бог любит иудейский народ. И они это делают утром и вечером. Они не молятся за себя и не молятся за свою семью, они молятся за всех. У каждого человека есть работа. Человек пошел на работу, пришел с работы, ему некогда молиться. У иудейского народа есть некая такая тенденция. Они придумали людей, которые должны молиться. Так же и в этом мире есть... Так же и в этом мире мне в свое время об этом рассказал Боря, это не мои выводы. Он сказал мне, есть люди, которые хорошо разбираются в математике. А есть люди, которые хорошо разбираются в письме. А есть люди-журналисты, а есть люди-политики, есть люди-медики. И у каждого есть свои... Кто-то хорошо плитку ложит, кто-то будет милиционером, кто-то на гитаре играет. А есть люди, которые рождены, у них ничего не получается вообще. Говорит, вообще ничего не получается, я таких людей знаю. Он говорит, и что делать с такими людьми? Они же вообще ни к чему не годны, ни к чему не пригодны. Я говорю, ну и что с ними делать? Платон бы... Мы знаем все, наверное, кто изучал там платонизм, что бы с ними сделал Платон, да? Но мы же не Платон. И он говорит, они рождены, их создают специально для того, чтобы они молились. Он прав. Есть люди, которые рождены, у которых ничего в жизни не получается. Это люди, которые рождены с вот такой задачей. С задачей молиться, с задачей быть эзотериками, с задачей нести эту миссию, да? С задачей что-то делать для людей, для народа, для своего общества, для своего ментала, для своего ментального, для своей ментальной связи, для своего рода, еще для чего-либо. И это правильно. Так же должно быть. Когда нет возможности, когда ничего в жизни не получается, то сядь и помолись за свой род. Вот, сядь и помолись за своих детей. Но если много времени и ничего в жизни не получается, то молись за мужа. Сложи руки, скажи, пусть в его, Господи, пусть в его жизни все получается. Он хороший человек. Он ко мне хорошо относится. Он так старается. С детьми постоянно улыбается. Что он вечно такой? Его то те обижают, то те. Пусть он будет хороший. Пусть двери перед ним открываются. Пусть у него придут такие идеи, чтобы у него получалось деньги зарабатывать, чтобы ко мне лучше относился. Не обязательно там сложные слова. Душу откройте. Не обязательно это должно быть там только словами. Да воскреснет, растучатся и бегут от лица его ненавидящие, аки исчезают дым, да исчезнут от лица его ненавидящие. Зачем это? Что в этом? Хотите так, можно так, но потом своими словами скажите. Кому обращаться? А это не важно. Для кого-то важно, вот для кого важно, обращайтесь к тому, кому важно. А если не важно, то обращайтесь просто так. Кому? Это не важно, кто услышит. Важно, что это будет услышано. А услышано в тот момент, когда там будут чувства. А что делает человек, который любит своих детей? Он говорит и им желает. Складывает ручки и говорит. Вот мой сыночек, бедненький. Такое, то одно не получается, то другое. А ведь он хороший. Он рос, он был маленький, у него он хороший был, улыбался. Ко мне хорошо относился, я его обнимала. Ты мой зайчик, мой сыночек. Пусть все девочки к тебе хорошо относятся. Пусть у тебя будет всегда много работы. Пусть у тебя получается деньги зарабатывать. Пусть как ниточки из этого мира придут миллион всевозможных идей, которые помогут тебе быть счастливым, здоровым. Пусть девочка рядом с тобой будет самая красивая. Пусть обожают тебя, любят, пусть детки родятся. Вот видите, как это все оказывается несложно. И в конце, да пусть будет счастье у тебя мой ребенок. Обожаю тебя. И я молитвой отца или молитвой матерью обращаюсь к высшим силам. Помогите ему, пусть это все будет. Как примирит.